не знаю с чего начать давайте начну почему именно этот пистолет они те которые там подешевле хай без лекси то я там еще какие-нибудь джинджи давайте это объясню более понятным языком вот вы идете в магазин покупайте шуруповерт себе dexter гон там вихрь зубр там еще какие-то да они выполнят эту работу но вы же хотите работать более комфортно и покупайте себе там макита dewalt метабо мелоки вот например хайбист эликсе это и есть как раз у тела дарн вихарь и зубр это это уже макита такой по приятнее работать по качествами джинджи это уже мелоки чуть-чуть подороже ну и чуть чуть по качестве не спит и и хилте это уже фестол дорого богатому и расходка все дорогая короче не для всех я держал хайбист руках посмотрел эти стволы но никакого нет сравнения там качество этих столов до качество исполнения пластика всех механизм как это все там работает мягенько без всяких запины затупов у меня нет там лишних 25000 чтобы просто выкинуть я хочу нормальный инструмент купить получить годовую гарантию чтоб всегда можно было его там прийти обслужить сервисный центр поменять какие-то резиночки короче в общем чтоб можно было им работать до этого никогда не работал пистолетом и меня немножко пугал это неизвестность и вот последний объект я взял у коллеги тою попробовать но перед этим я заходил уже в магазин и подержал этот пистолет в руках покрутила его хорошо запомнил и когда я начал работать то я уже понял что сверлить а больше не хочу я начал изучать все нюансы работы этим пистолетом и у то есть некоторые моменты которые выступают этому пистолету самый наверное это вес он легче на пол килограмма чем то и потом здесь нормально регулировка заглубления да если у то я крутил эту регулировку она нифига не работала эффективности а никакой не чувствовал здесь же она работает четко на механическое и четко можно там два-три миллиметра поиграть с углублением гвоздя потому что на объекте когда начали стрелять где-то бетон был крепче где-то слабее всегда приходилось это играть гвоздями или там какой-то потолок был отштукатурены никого-то не отштукатурены и там всегда надо было бежать за новыми гвоздями, а здесь бы я мог спокойно подыграть эту регулировку и отработать одними гвоздями. Ну и также такой момент. У меня вот у кого я брал пистолет, у коллеги он работает им 2 года, вообще там без проблем, говорит, как автомат калашников. Другой коллега тоже нормально работает. Третий вот недавно купил то и говорит, каждый из 100 выстрелов начинается какие-то там запины у него. То холостые выстрелил, то еще что-то. И постоянно он разбирает, чистит. В общем немножко хотелось избежать этой ситуации. В общем я нашел несколько нюансов, которые я все-таки готов был переплатить и купить этот пистолет. Но когда я побежал в магазин этого пистолета уже не было. Его кто-то купил и по России вообще этих пистолетов не было. Что-то там какая-то проблема с завозом была. Я полтора месяца еще прождал этот пистолет. Но до последнего меня смешал такой момент, думаю, правильно или я сделал или нет. Что переплатил за этот пистолет. Но сейчас уже его потестировал. Я понял, что я переплатил не зря. Все-таки он работает помягче, работать им поприятней. Отдача у него поменьше и мне показалось он немножко потише. В общем то и нормальный пистолет, но я себе выбрал все-таки этот. Давайте немножко пройдем по расходке. Если вы не устали я вблизи покажу какие-то моменты этого пистолета и немножко постреляем. Самый главный плюс, что у этого пистолета, что вся расходка подходит от той. Это гвозди и газ. Также гвозди джинджи, они там не сильно отличаются от той в магазине. Но тоевские гвозди там на авито можно купить там подешевле. Давайте грубо говоря возьмем цену магазина. Да, там в среднем баллон у нас 500 рублей газа там он 400, там 50, 460 там стоит. Гвозди от 1000 до 1500. Ну давайте округлим там. Берем по максималу до 1500 гвозди и 500 баллон. Это у нас на 1000 выстрелов получается 2000 рублей. Чтобы 1000 отверстий сделать сколько нам потребуется буров? Давайте допустим там бур на 100 отверстий. Опять же это если мы не попадаем там в арматуру. Получается 10 буров. 10 буров там в среднем возьмем по 200 рублей. Те же самые 2000. Ну там давайте подешевле возьмем буры там по 150 рублей. Ну полторы тысячи. 500 рублей разница. В принципе это ни о чем. На 1000 отверстий 500 рублей разница. Я считаю это копейки. Давайте дальше. Я работал всегда вот этими дюбель-хомутами. Вот эта пачка на 50 дюбелей стоит в среднем там 75 рублей. Да. Вот такие двойные пачка стоит там 170 рублей. И опять же на 1000 отверстий нам надо получается этих пачек. Грубо говоря на полторы на 1700. Вот эти площадки под стяжку у нас выходит в среднем там 200 рублей за что штук. Получается у нас 2000 за 1000 штук. И разница тоже в принципе 500 рублей там 300 рублей. Разница ни о чем. Но насколько это ускоряет процесс работы я считаю преимущество очевидно. Ну эти клипсы под трубу там без разницы у нас. Да. По чем покупаем или под пистолетом или под сверло. В принципе цена у нас от этого не меняется. Ну и также взял еще вот такую ленту. Крепить трассы там под стяжкой. Нормально, быстро и удобно. Кстати как собран на системе Тестак сразу поехал. Взял себе такой чемоданчик под пристрелочный набор гвоздей. В Калининграде он у нас стоит 2500. В принципе нормальная цена. Зато все. Теперь на месте. Ствол меняется элементарно. Что попало под руку тем и поменяло. Отвертку удобную. Но мне под руку попали скруглобупцы. Скоба спокойно защелкивает с пальцем. В комплекте есть запасная. Аккумулятор с индикатором. Заявляет до 8000 выстрелов на одном. В комплекте два. Пока сказать не могу. Но во время простоя можно не вынимать. Разряда как у других нет. Гвозди в магазин залетает хорошо. Рассчитан на 30 гвоздей. Механизм подачи работает четко. Баллон газа заявляет от 1000 выстрелов. Пока не проверял. Меняется элементарно. Если нужно сменить гвозди нажимаем кнопку и за секунду освобождаем магазин от гвоздей. Сам магазин меняется элементарно. Буквально одним движением. А вот сама регулировка заглубления. Все информативно и понятно. Давайте начнем с трассы. Крепим ленты трубы в бетон. Все это достаточно быстро и удобно. Далее крепим в бетон клипсы. По трубу или гофру без разницы. Все это так же быстро и надежно. А вот и сами площадки под стяжку. Этот момент не интересен больше всего. Так как я в основном занимаюсь электрикой. Еще такой момент что белые площадки мне показались более эластичными чем черные. Ну по крайней мере на прошлом объекте они практически не кололись. В отличии от черных. Черные частенько кололись. Но там я работал пистолетом той и с регулировкой была проблема. Профиль так же можно пристреливать и он держится вполне надежно. В кирпичах все так же отлично держится. Вырвать это нереально. Я потом молотком сбил эти клипсы а гвозди так и остались. Я не смог их вытащить. Металл к металлу так же крепится очень надежно. Мне потом пришлось брать турбинку и срезать шляпки гвоздей. Потому что иначе уголок оторвать я не мог. В газобетоне естественно гвоздь не держится. Ну это и ни к чему. Такой материал что можно поработать чем-то другим. Ну и напоследок давайте прибьем еще утеплитель. Здесь как раз такой момент что хорошо видно да половина у нас будет кирпич половина бетон и как грибки входят и в кирпич и в бетон. В принципе что в кирпич что в бетон грибки зашли хорошо и держатся надежно. В общем парни как-то так. Понятно что выбор тяжелый да мне в этом плане повезло больше. Я там подержал предварительно хайбест видел заранее этот пистолет потестировал то и для меня выбор было сделать гораздо проще. Возможно кому-то эта информация была полезна. Не знаю если что-то упустил спрашивайте в комментариях. Ну а попозже естественно буду дополнять отзыв потому что интенсивно им поработаю может он тоже начнет выкидывать какие-нибудь фокусы. Ну а пока как-то так. Всем хорошего настроения. Всем пока.